И поэтому, когда говорят, вот Жириновский и другие говорят о необходимости защиты русского народа, о необходимости избавления его от угнетения, я с этим абсолютно согласен, абсолютно согласен. Его надо избавить от угнетения, но не от угнетения вот этих, кого Владимир Владимирович называет иностранцами, а от угнетения собственной коррумпированной бюрократии, которая реально против нормального человека. Но пока есть они и все другие, они будут продолжать подкупать и новую власть, постоянно будут русских чиновников подкупать. И коррумпированные бюрократии, и продажные милиционеры, они все часть нашего народа. Володя, если бы мы могли, извини, если бы мы могли... Я объясню свою мысль. И трагедия стоит о том, что ни в одной стране мира никогда не удавалось привнести демократию, ее нельзя подарить. Она сама. Демократия может только вызреть, и народ должен завоевать свою демократию. Он должен до нее внутренне созреть. Если бы... Так созрели мы давно. Что? Вы не созрели, я не созрел. Или вот они не созрели. Я вам скажу так. Что здесь не созрело для демократии? Извините, де-факто, если не врать себе и не заниматься вот таким подкрашиванием действительности, мы жили бы совсем по-другому, если бы мы ощущали ответственность за каждое наше слово и каждое наше решение. Есть 90-е годы, та партия, которую вы представляете, и к которой я отношусь к симпатии. И многие люди, члены этой партии, мои близкие личные друзья, мы с вами помним, когда они приходили во власть и дальше говорили... Нет, совершенно верно. И они говорили, сейчас... Нет, нет, сейчас такой политический момент. Сначала надо так. Всякое бывало, да. И это всегда приводило к тому, в России можно было сделать 90-е годы все, что в год. Давайте не опрошу о будущем. Давайте не опрошу о будущем. Не бывает будущего без прошлого. Ну, правильно, ну, конечно. Конечно, надо знать свою историю, но они так примитивны, как вообще они говорят. Разрушить страну! А вот если бы мы с вами могли, могли, например, проворовавшегося и коррумпировавшего начальника милиции не переизбрать в следующий раз, не переизбрать, то уже была бы другая ситуация. Если бы он знал, что его будущее зависит от нас, от нас, от него, от него, от бандита. В том-то и дело, трагедия, что у нас и народ выбирает все равно по-другому. Итак, мы уже вынуждены подводить сейчас итоги всей передачи, но, как вы знаете, перед тем, как мы подведем итоги зрительского голосования, я хочу представить нашего третейского судью, которого вы уже увидели. За вашим поединком этот... Что это за чудище? Очень достойный человек. Третьейский судья следил из секретной комнаты. Это председатель Союза кинематографистов России, президент Российского фонда культуры Никита Сергеевич Николков. Я шагаю по Москве. Вот он шагал по Москве. Никита Сергеевич, прошу вас. А теперь, Никита Сергеевич, мы шагать по Москве не можем. Нас убивают. А вы шагали спокойненько. Сорок лет назад. Никита Сергеевич, прошу вас. Он шагал по Москве. Я сейчас сижу, смотрю, слушаю и думаю. Вот огромная страна сидит у телевизоров. И что она получила сегодня? Вот что она поняла из того, что происходило? Вот что люди вынесли сегодня? Мы слушаем представителя правых либералов, который говорит о том, что в Италии прошло это дело, и там живут люди нормально. А я видел замечательный плакат, слоган еще, по-моему, партии Яблоко в Хабаровске. Там было написано «Будем жить, как в Европе» в Явлинске. В Хабаровске. А что такое в Хабаровске жить, как в Европе? И почему в Хабаровске должны жить, как в Европе? Почему мы не ценим то, что существует реальная русская цивилизация, куда входят все народы, народности, вероисповедания и так далее, и так далее? Понимаете, с русским человеком нужно разговаривать. Не орать и не самоутверждаться, не давая выслушать друг друга, а разговаривать. Тогда он все может понять и, наверное, даже простить. Вот я хочу прочесть вам две страфы. Это пишет Волошин. В России нет сыновьего преемства и нет ответственности за отцов. Мы нерадивы, мы нечистоплотны, невежественны и ущемлены. На дне души мы презираем Запад, но мы оттуда в поисках богов выкрадываем гигелей и марксов, чтобы, взгромоздив на варварский олим, курить в их честь сираксовой и серой и головы рубить родным богам, а год спустя заморского болвана тащить к реке, привязанным к хвосту. Зато в нас есть бродила духа, совесть и наш великий покаянный дар, оплавивший Толстых и Достоевских и Иоанна Грозного. В нас нет достоинства простого гражданина, но каждый, кто перекипел в котле российской государственности, рядом с любым из европейцев человек. И из всего того, что здесь было сказано, вот я попытался сделать выжимку, я вдруг подумал, достойнейший русский американец, который сегодня говорил о самом главном, он говорил о национальном иммунитете, который ему привит в семье, там где-то, в Сан-Франциско, где жили люди и живут люди, которые воспитали его так, что имея представление некое о России идеальное, он приехал сюда, столкнулся с этим, тем, что он увидел, и в результате он переборол в себе это и остался здесь жить, потому что ему привит иммунитет, национальный иммунитет. И не лишить этих проблем. Мы говорим о том, что мы живем сегодня, там, а не вчера, а не позавчера. Друзья, Петр Акадьевич Столыпин говорит следующее, это происходит в 1906 году. Все мертвецы, все умерли давно. Разрушите, господа, опасный признак, нечто худшее, чем вражда и ненависть, презрение к нашей родине. Презрение чувствуется и со стороны непрошенных советчиков, презрение чувствуется, к сожалению, и со стороны части нашего общества, которое не верит ни в право, ни в силу русского народа. Стряхните с себя, господа, этот злой сон и, олицетворяя собою Россию, докажите, что в России выше всего право, опирающееся на всенародную силу. Спасибо большое, Никита Сергеевич. Спасибо вам большое. Это был наш третейский судья Никита Михалков. Владимир Вольфович, не хочу вас обидеть. Сто лет назад все умерли. Другая Россия. Понимаю, но при этом и вы, Владимир Вольфович, интеллигент. Он должен был поддержать меня. А нам осталось узнать, чью позицию поддержал народ. И тогда, Владимир Вольфович, вам опять будет комфортно. По результатам интерактивного голосования с большим перевесом победил Владимир Жириновский. АПЛОДИСМЕНТЫ